Почти 40% предпринимателей в России опасаются того, что к концу года не смогут выплатить налоги. Речь идет о тех суммах, которые весной государство разрешило пока не перечислять на фоне пандемии коронавируса. Бизнес сетует, что многим фирмам до сих пор не удалось выйти на докризисные показатели, а деньги нужны на все, начиная от зарплат сотрудникам и заканчивая возвратом кредитов. Результаты опроса, проведенного аппаратом полпреда по защите прав предпринимателей, выглядят пессимистично. Около 40% руководителей организаций и предприятий заявили, что не уверены, смогут ли они перечислить государству те налоги, выплаты которых весной была поставлена на паузу. Напомним, что на такой шаг государство пошло после введения карантина в разгар пандемии коронавируса. Однако рано или поздно все необходимые подати придется внести. Наступит время, когда эти деньги, полученные от государства или взятые в кредит, придется отдавать. А отдавать предприятию или организации не так просто, их надо еще заработать. Для этого нужно восстановить покупательную способность и юридических, и физических лиц. А это происходит не так быстро, как нам бы хотелось. Эксперты действительно фиксируют рекордное с конца 90-х падение реальных доходов населения. Пострадал и бизнес. По данным Палпреда по защите прав предпринимателей Бориса Титова, у каждого пятого бизнесмена объемы прибыли рухнули в пять раз. В этой связи надо трезво оценивать свои силы, отмечает гендиректор компании по производству строительной химии Александр Щербаков. Даже планы по развитию лучше бы отложить в сторону. Поэтому нужно в своих амбициях и в своих желаниях динамично, быстро развиваться, быть очень осторожным. Именно тогда появляется понимание, что я могу себе позволить. Я за то, чтобы каждый бизнесмен каждый раз спрашивал себя, а по карману ли мне это. В торгово-промышленной палате тем временем считают, что государству могло бы на федеральном уровне предоставить бизнесу новую отсрочку по более мягкому графику. Кроме того, на местах тоже власти имеют возможность помочь предпринимателям. Например, отменив штрафы в отношении магазинов, которые допустили те или иные нарушения карантина. Я считаю, можно было бы определить некий мораторий и отозвать все иски, которые выдвинули муниципальные органы власти к тем предпринимателям, что так или иначе невольно часто нарушили этот запрет. Ну и бюджет не сильно пострадает. Все-таки это выпадающий доход, который не прогнозировался. А еще предприниматели очень надеются, что государство не будет повторно вводить карантин. Ведь в таком случае, по оценкам экспертов, треть компаний точно обанкротится. Что может окончательно подкосить и без того слабую отечественную экономику.